Привет-привет человечество! Привет всем и каждому! Микрофон Оля Найс! Прилив музыки и легкого общения в прямом эфире. На протяжении пяти лет Оля делится с крымчанами позитивом на волнах самого морского радио. Ха-ха, Оксана! Невероятная история, я вас, конечно, понимаю, но все равно будут держать за вас кулаки. Когда ей предложили присоединиться к команде «Утро нового дня», согласилась без раздумий и не прогадала, несмотря на то, что радио и телевидение направления кардинально разные. Если у Оли так просто получилось переквалифицироваться с режима радио на телевещание, значит, должно и у меня. Правда, в другом порядке. Сейчас и узнаем, насколько это сложно. Речь радиоведущего должна быть простой и понятной, без деепричастных оборотов и других тяжелых для восприятия речевых конструкций. Однако для тех, кто хочет сменить профиль, это станет не единственной загвоздкой. Ты сам видишь кнопки и фейперы, тебе придется учить месяц. Для Оли перемены оказались более сложными. Помимо речи, в эфире важна подача, улыбка и понимание, на какую из множества студийных камер работать. Конечно, это комплексная работа. Скажу по секрету, она сначала нервничала, переживала, но благодаря ее опыту у нее все очень хорошо получилось сразу с первого эфира. Не важно, телеведущий со стажем или начинающий. Для всех одинаково сложно просыпаться перед утренними эфирами. Для Оли это уже стало привычкой, да и по-другому быть не могло. Будить жителей полуострова нужно вовремя. На самом деле для меня это очень необычный опыт, но это очень интересно, потому что действительно в программе «Утро нового дня» работают настоящие профессионалы. И вообще мне повезло с ведущим, Стефан Филатов. Ничего себе. Знаешь такого? Сфера деятельности не важна, и дело, наверное, не в смене профиля. Если человек хочет научиться новому и готов работать над собой, у него обязательно все получится. Надеемся, что вам было развлекательно и информационно хорошо. А мы с вами прощаемся, но прощаемся ненадолго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова